Кричащий обман в Нижнем Новгороде продолжается, а скандалившиеся крикуны сменили место дислокации и ищут новые жертвы. В начале недели мы рассказывали о магазине, открывшемся на проспекте Гагайлина, где обманывали покупателей. Дешевые китайские вещи там выдают за дорогие. На куртке из кожзама, например, за 4000 рублей. Рисуют ценник в 36 тысяч. Говорят, что кожа натуральная и продают якобы с 50% скидкой. Покупатели потом понимают, что их обманули. Требуют вернуть деньги, но не тут-то было. Когда число обманутых достигает критической массы, магазин пропадает. Он пропал на проспекте Гагарина, но появился в центре Сормова. Внимание, распродажа, верхняя одежда, дубленки, пухойки, курки, пальто, плащи, шуба со скидочками от 50 до 70%. В одном месте их раскусили, теперь в другом стали. Вот и все. Качают, бегают. Человек должен понимать, что они завтра сюда придут, здесь никого не будет. Здравствуйте, а вы почему с проспекта Гагарина переехали? Что? Вы почему с проспекта Гагарина переехали? Я не знаю, о чем, я первый день работаю. Здравствуйте, а вы что, переехали с проспекта Гагарина? О, понятно. Просто переехали, нас перевезли. Почему переезжаете, смешно, на место? Вам ходить некуда, девочка, что вы хотите? Знаете, вы знаете то, что жители жалуются на вас? Да. Легендарная куртка Нижнего Новгорода. К примеру даже. Устаю в ней. Как в первый раз. Как торговля у вас идет? Никак. Люди вас уже, видимо, знают, да? Сейчас страна меня знает. Полиции не боитесь? Вообще ничего не боитесь, видимо, да? Бесстрашно, да. Выстрелили, кто отсюда, а я вообще *** просто. Идите леса, поля снимайте. Вам нравится здесь работать? Нравится. Нравится обманывать людей? Никто не обманывает людей. Это позиция жертвы. Тоже купилась, пошла. Качество белорусское якобы, на самом деле, просто китайское. И сейчас они тут начали гастроли везде устраивать. Я просто возмущена. Пойдемте посмотрим. А что у вас как в казино походу? Хотим купить верхнюю одежду. 70% скидка. Открывайте. А, закрыли сразу, да? То есть они испугались. У меня мама один раз попала тоже. У нее вот эти вот швы, которые, по сути, ну, не должны очень крепко держаться. Они расходились. То есть видно нитки. Они зеленые. 6 тысяч джинсы стоили. Торгуют контрафактом, я считаю. Надо их закрывать, как можно быстрее. Они очень хорошо все делают продуманно. Они уходят тогда, когда уже чувствуют, что горячо. И пахнет горяченьким. Ну, а как? Я просто не понимаю. Они тут разъезжают уже который раз. Постоянно реклама. Все подкупно. И, наверное, все по связи. Я напомню, что при обмане на проспекте Гагарина покупатели, которым отказывались возвращать деньги за проданную обманным вещь, обращались в полицию. Но полицейские отказывались вмешаться, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения. Эти торговки дешевым товаром задорого не нижегородки. Они не скрывают, что приехали в Нижний Новгород на гастроли. Уверенный обман и используемые психологические приемы позволяют предположить, что в этом деле они не новички. Почему их никто не привлекает к ответственности? Вот что думают специалисты. Пора уже вводить санкции от 10 до 25 лет за мошенничество. Но они плодятся просто в геометрической прогрессии. И в чем причина, почему они плодятся? Да потому что ответственности практически никакой. Раскрываемость мошенничества очень низкая. Не берут заявления у людей, у граждан. Не берут. Тот сюжет, который был у вас... Здесь курс, кожзаменитель выдает как за натуральную. Ну классический пример. Классический пример мошенничества. И вдруг, понимаете, вот это видеть, когда, вот по-моему, офицер, да, старший лейтенант, по-моему, как я вижу там в погонах, говорит, у вас гражданское правовое отношение. Да как это может быть? Что, опять же, я повторюсь, что должен сделать сотрудник правоохранительных органов? Говорит, напишите заявление гражданин там, гражданка, будем разбираться. Возникают три вопроса. Первый. Либо он некомпетентен, либо, значит, не хочет этим заниматься. И третий вариант, либо он сам в деле именно с этими мошенниками. Тут нет других вариантов. В свое время группа похитителей колес была такая. Одна группа подъезжает, снимает с машины колеса и ставит стопочку метров 30. Если их берут, они говорят, да вот он нас подрезал, мы решили, значит, его наказать, вот пошутить. В лучшем случае хулиганца. А вторая группа подъезжает и забирает эти колеса. Когда их берут, они говорят, да нет, мы видим колеса лежат просто так. И тоже вроде ничего нет. А когда соедините, вот оно и получается состав хищения. Так и с мошенничеством. Надо доказывать. Но это трудоемкая работа. И вот это нежелание этим вопросом заниматься, оно просто в тупик ставит. У нас куча обездоленных вот таких обманутых людей. Но никакой реакции не происходит. Отсюда появляются воровшиловские стрелки. Отсюда появляется, он идет сам, восстанавливает справедливость и так далее. Ну, а как по-другому? Если это дело, значит, не происходит регулированно сверху, то это произойдет снизу по-любому. Господа, ну, задумайтесь, на этом можно зашкаливать уже мошенника. Заскаливать. Кстати, решать вопросы гражданским правовым способом, как советуют жертвам обмана полиция, чаще всего просто невозможно. Вот, например, возвращаясь к этому случаю с магазином обмана и курткой, продавщицы сказали писать заявление на организацию Art Hall директору Сефибекову Рауфу Исламовичу. Организация Московская находится в стадии ликвидации. Понятно, что взыскать с нее ничего не удастся.